Приветствую вас, давайте мы с вами все-таки зайдемся на том, что мы живем в реальном мире, а в реальном мире люди все-таки действуют реально. Действует реально означает по факту, действует целесообразно исходя из того, что происходит. Вы изначально имели неопределенность в своей жизни, вы изначально имели что-то, что вы называете депрессией, вот вы изначально имели что-то, что вы называете депрессией, и вы изначально имели какие-то проблемы. Так по какой же причине вы считаете, что их, эти проблемы, вам решать не нужно. По какой причине вы считаете, что мужчина, вот мужчина, да, именно мужчина, должен быть для вас средством, быть для вас средством для, ну, решения ваших проблем, ваших проблем. Вы говорите, что готовы работать над собой? Начинайте. Начинайте уже сейчас. Самое время. Но не для того, чтобы возрастить его любовь, а для себя. Вы говорите, что у вас неопределенность и депрессия? Да. Начинайте работать над этим. Уже сейчас. Не надо возвращать мужчину. Не надо этого делать. Давайте. обращать мужчину. Не надо. Потому что, может быть, он вернется. Может быть, он вернется. А может быть и нет. То есть, никто этого наверняка знать не может. Но я совершенно точно могу вам сказать, что когда и если вы будете преследовать цель меняться только для других людей, а не для себя. то ничего хорошего из этого не получится, в принципе. Никогда и никак. Обратите внимание, вы говорите, что он для вас стал смыслом жизни. Он единственный, что у вас есть хорошее. Хорошее. Так быть не должно. Хорошее. Вот единственное хорошее. Должны быть вы сами для себя. Вы сами для себя должны быть хорошим. А не другой человек. Которым может быть что-то будет, может что-то получится, а может быть и нет. Просто примите данный факт. Вы говорите, что вам нужна семья, к примеру. Но зачем вам нужна семья? Для чего вам нужна семья? Можете ли вы ответить себе на этот вопрос? Зачем вам семья? Ага. Тот факт, что у вас депрессия, ну скажем так, депрессивное состояние, да, потому что депрессия не диагностирована. Свидетельствует о том, что свои желания вы подавляете. По сути дела. Ну так, наверное, сперва нужно ваше желание раскрыть. Именно раскрыть, чтобы вы свободно их реализовывали и уже потом, уже после этого можно будет, к примеру, выстраивать отношения. Потому что сейчас в них, в эти отношения, вы вряд ли способны принести что-то, кроме своей депрессивности, своих сублимированных желаний, то есть подавленных желаний и так далее. Меняться нужно не для кого-то, если вы действительно хотите меняться. Меняться нужно, в первую очередь, для себя. Я не вижу у вас, вот судя по тому, что вы пишете, да, я не вижу, что вы любите себя, я не вижу, что вы цените себя, я не вижу, что вы заботитесь о себе. Да, потому что у вас мысли о самоубийстве и прочем. Эти мысли тоже не возникли просто так, не возникли на ровном месте. Эти мысли. Эти мысли. Вот. И как бы сперва нужно скорректировать это. Все. Сперва нужно скорректировать вот эти все моменты. А дальше уже будет видно. Понимаете? Вообще, вы с молодым человеком ведете себя очень по-детски оба, что вы, что он. Вот. Поэтому я думаю, что вам нужно все-таки больше становиться на путь взросления. И на свои собственные проблемы обращать внимание лучше и полнее, чем это делаете сейчас. Решать их, свои проблемы самостоятельно, а не через других людей, не через других мужчин. Понимаете? То есть, определите, чего вы хотите. Определите причину своей неопределенности. Подумайте, что вам нужно и как нужно для того, чтобы этой неопределенности в вашей жизни не было. И только тогда, и только после этого, начиная определять свою жизнь, вы можете рассчитывать на просто ваши отношения с молодым человеком как-то реанимируются. Конечно, при условии, если у него есть к вам чувства какие-то. Вот. Молодому человеку можете написать амортизационное письмо. Вот. Я могу вам помочь его составить, если вас это интересует. Вот. Молодому человеку можете составить амортизационное письмо. Ну, а оно, в свою очередь, даст вам понимание того, что вы можете сделать для работы над собой. Ну, еще раз повторю, работая над собой, работая над собой, а ради другого, ну, то есть не ради себя, а ради другого, вы абсолютно ничего хорошего себе не дадите. То есть, по сути, по сути, можно, скажем так, интерпретировать, можно интерпретировать то, что вы написали, да. А как фикцию. Это именно фикция. Почему это фикция? Потому что, ага, если бы это была не фикция, то вы бы готовы были бы меняться уже сейчас. Ну, а поскольку этого не происходит, то вы готовы меняться исключительно только для молодого человека. Вот. Ну, своего молодого человека. Который, может быть, даже вашим-то молодым человеком является и не был никогда. Да. Вот. Как бы вам не печально это было бы услышать. Вот. Поэтому я рекомендую вам в СЖМ обратиться к реальному миру. а не миру своих желаний и не миру своих фантазий. Вот. Который у вас, безусловно, имеет место быть. Мы можем вам помочь с вашими страхами, с вашим страхом остаться одной, с принятием себя, с духовным ростом, с обретением духовного роста и так далее. Вот. Мы можем вам в этом помочь, но только, если вы сами к этому будете готовы. Мы не сможем этого сделать насильно. И отношения ваши, отношения с молодым человеком вам не вернуть, то есть нельзя вернуть все так, к примеру, как было. Вот. Почему нельзя? Почему нельзя? А потому что вы оба изменились. Вы оба изменились и вы уже не такие, какими вы были когда-то. вы либо для себя этот момент принимаете, либо вам будет очень тяжело и больно. Вот. Потому что, потому что, вы вечер, ну, вы всегда будете двигаться вот по направлению к тому, чего на самом деле нет. Вот. Так что, это вот то, что вам можно сказать именно с точки зрения профессиональной психотерапии. Вот. Я надеюсь, что вы к этому прислушаетесь, потому что моей целью, как и целью других, является помощь вам. Вот. Так что, вот. Делайте, пожалуйста, какие-то выводы из того, что я сказал. Или начинаете работать. 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 Над собой. То есть, ну, к примеру, да, вот к примеру. У вас может быть, допустим, проблемы в семье. К примеру. К примеру. Давайте их разберем. Ваши проблемы в семье. Откуда у вас появились суицидальные мысли? Они же появились у вас не просто так. Да. Ну. Вы боитесь одиночества и нуждаетесь в любви. Это ваша недореализованная потребность. С этим тоже можно и нужно работать. Но молодой человек не обязан и не должен додавать вам то, чего вам не хватает. Ну. В силу. В силу ряда причин. Вот. Понимаете? Поэтому. Очень важно. Именно на этом завстрите. И. Примерно. Это касается всего всего. Вы говорите, моя жизнь в прямом смысле закончится, если мы разойдемся. Ответьте на вопрос, Полина. Вы считаете, это нормальным, что, вот, в случае, если вы разойдетесь, то ваша жизнь закончится. Вы считаете нормальным такое отношение? Вы считаете нормальным такую позицию? Но ведь отношения, это не инвестиции. Вы никогда не можете знать, как они закончатся. Они могут закончиться хорошо, а могут закончиться не очень хорошо. Но помимо человека всегда должен быть кто-то еще. Вы сами. Ваши собственные смыслы должны быть. Вот. Поэтому, если у вас, вашего собственного смысла нет, то мы можем вам помочь этот смысл жизни обрести. Раскрыть себя. Найди свой путь. И так далее. Да? Но это, что же работа? Это, что же работа, которую вам нужно провести? С собой. Понимаете? Понастоятельно. Вот. На мой взгляд, это один из ключевых моментов. Нельзя в человеке, в человеке. Нельзя слишком сильно нуждаться, иначе появляется сверхмотивация, которая, по сути, убивает саму, скажем так, природу отношений. Я надеюсь, что вы обязательно сделаете для себя выводы. Я надеюсь, что вы обязательно поразмисляете и проведете переоценку своих ценностей, которые у вас есть, потому что сейчас, на данный момент, они ваши ценности, к сожалению, ну, не выдерживают никакой критики, критики. Что-то они излишне направлены на людей, на мужчин, на получение любви. Вот, вы этого хотите к любви, я вам любовь не знал. Так что, думайте, думайте и решайте. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете, безусловно, задать мне их, эти вопросы, в личку. Я буду рад вам помочь, вот, буду рад ответить на все вопросы. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.